Снег падает, а его никто не чистит. Чистящей техники мало. Эти метелки-то толку-то от них. Нужна такая серьезная техника для таких. Ее просто нет в городе. Не почищены все дороги. Я утром в город ездил, ни одна дорога не почищена. Где проезжали, например? Ким, Лебедево. И средняя дамба тоже новая. У нас на Весиме они вообще нигде не почищены. Приходится везде буксовать. Районы разные, впечатление у горожан одно. Наступившая зима для коммунальных служб опять как снег на голову. Рано утром обстановку на дорогах краевой столицы проверил губернатор Олег Черкунов. Колеса его автомобиля даже в центре на улице Луначарского ввязли в снегу по самые ступицы. Я думаю, что городская администрация забыла о своих обязательствах перед горожанами по поводу очистки города. В прошлом году все-таки система была более-менее отлажена. Чистили, вывозили снег. Такое ощущение, что в этом году не думали о том, что настанет зима. Те, кто ответственен за уборку снега, благоустроители оценивают сложившуюся на дорогах города ситуацию как нештатную. Снегопады не прекращались несколько суток. В результате в Пельме выпало 25 сантиметров осадков. Отсюда и проблемы, говорит замначальник управления внешнего благоустройства Евгений Масалев. Хотя работа, по его словам, кипит. Ночью сегодня отработало около 250 единиц было на дороге. Днем из-за движения, сами понимаете, техники меньше. В среднем где-то 150-160 единиц. И администрация, и администрация районов, и подрядчики также дежурствуют в круглосуточном режиме. Встречаемся утром, вечером оцениваем остановки, собираем сводки. То есть работа ни на минуту не останавливается. Во время своего утреннего рейда Олег Черкунов проехал и по краевым трассам, объездными по магистрали Стаханово-Ива. Результаты уборки снега там оценил на тройку. На федеральных трассах, отметил губернатор, явно не справляется с задачей управления дорог Урал. В Пельме, подчеркнул глава региона, благоустроители сработали неудовлетворительно. Невозможно каждый год начинать с одного и того же. С того, что к зиме надо готовиться, с того, что надо работать с подрядчиком. То, что сегодня в течение дня будут пробки в городе, это очевидно. Что побьется масса машин, это тоже очевидно. В общем, стыдно должно быть людям, которые отвечают за благоустройство города. Сегодня в снегопадах, кажется, наступила пауза. Но это время не для передышки, а для того, чтобы наверстать упущенное и в короткие сроки привести город в порядок. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.